Качество сна – это важнейшая инвестиция в своё качество жизни и в своё количество денег. Чем выше кортизол, тем ниже мелатонин. Когда мы просыпаемся, наша первая мысль – это последняя мысль перед тем, как мы заснули. Ложиться нужно не в тот день, когда нужно просыпаться. Нужно просто отгоревать этот факт, что треть своей жизни мы спим. Как наладить свой сон? Возможно, это удивительный будет факт, но налаживать сон нужно начинать во время дня, то есть когда мы ещё не спим. И первое, что нужно понимать, то время, которое у нас перед сном, вечернее время, оно очень важное для качества самого сна. Поэтому первое, что нужно сделать – за 40 минут до сна убрать все гаджеты. По двум причинам. Первое – свет от экрана телефона очень сильно поднимает нам уровень кортизола. А кортизол, в свою очередь, снижает уровень гормона сна – мелатонина. То есть они антагонисты. Чем выше кортизол, тем ниже мелатонин. Поэтому по этой причине мы убираем гаджеты. И вторая причина, которая тоже опять-таки связана с ними. Та информация, которая поступает к нам в мозг за 40 минут до сна, обрабатывается нашим мозгом в 6 раз активнее, в 6 раз сильнее. И даже есть такое выражение, что когда мы просыпаемся, наша первая мысль – это последняя мысль перед тем, как мы заснули. И вот здесь очень важно не перегружать мозг информацией, а что мы обычно смотрим в телефонах. Это какие-то возбуждающие мозг факты, либо это просто какой-то инфошум, мусор. И даже есть такое выражение brain road, гниение мозга, когда мозг начинает очень портиться, вот в прямом смысле слова, то есть на уровне ткани происходят изменения в результате того, что мы загружаем его очень таким непотребным контентом. И вот когда мы убираем гаджеты за 40 минут до сна, мы опять-таки даем возможность мозгу восстановиться. То есть это первый, самый важный момент, который нужно понимать. Второй момент – ложиться нужно не в тот день, когда нужно просыпаться. То есть если вам нужно проснуться условно 7 февраля, то лечь нужно с 6 до 12. Оптимально ложиться не позже 11. Не позже 11 вечера нужно ложиться спать с пониманием, что наш цикл сна в среднем составляет полтора часа. Поэтому длительность сна общая должна быть тоже кратно полутора часам. То есть условно 4,5 – это, конечно, мало, поэтому большинству людей нужно где-то 7,5. Можете даже брать ближе к 8, потому что в течение сна у нас есть такие периоды пробуждения. И вот на эти пробуждения, в принципе, уходят где-то до 20-30 минут. Поэтому от общего количества мы это время отнимаем. Поэтому 7,5-8 часов нужно просто отгоревать этот факт, что треть своей жизни мы спим. Если вы забываете, куда положили ключи, что кому обещали, вечером себя чувствуете как выжатый лимон, и самое главное не помните, когда последний раз по-настоящему отдыхали, то, возможно, вы находитесь в риске синдрома выгорания. И я предлагаю вам пройти бесплатный тест на этот риск в своем боте, который находится по ссылке в описании ниже. И самое главное, обязательно поделитесь со мной в комментариях своими результатами. Потому что, по сути, мы быстрее начнем налаживать сон, не когда мы будем знать правила, как его налаживать, а когда мы поймем, почему это важно делать. Потому что качество сна – это важнейшая инвестиция в свое качество жизни и в свое количество денег. Билл Гейтс, между прочим, начал спать 8 часов именно тогда, когда он понял, с точки зрения нейробиологии, почему сон – такая важная инвестиция. Потому что именно во время сна наш мозг перерабатывает всю информацию, и если мы качественно спим, он выдает нам оптимальные решения на день следующий. Поэтому два правила. Два правила. За 40 минут до сна и убираем все гаджеты. И очень важно ложиться в тот день, не в тот день, вернее, когда вам нужно проснуться, а в день накануне, максимум в 11 часов. Засыпание должно быть в максимальной темноте. То есть когда вы готовитесь ко сну, ваш мозг должен понимать по определенным, скажем так, метрикам, по определенным приметам вашего вечернего времяпровождения, что вы уже готовитесь ко сну. Не яркий свет, то есть мы приглушаем свет, мы приглушаем звук. Используем маску для сна, которую в самолетах выдают. Если где-то у вас яркий свет, например, из окна или же из соседней комнаты, то есть ваша задача максимально создать переход к темному времени, суток во всех смыслах. Какой еще может быть ритуал? Что-то, что снимает мышечное напряжение. Потому что за день мы его набираем достаточное количество. Ну, например, это может быть теплая ванна и соли магния, соли, содержащие магний, соли для ванн. Это может быть какая-то физическая именно растяжка. То есть не активное упражнение, которое поднимает нам уровень того же самого кортизола, а именно то упражнение, например, что-то из йоги, что-то из стрейчинга, что позволит вам снять мышечное напряжение. Те же самые техники мышечно-изометрической релаксации, когда мы сильно напрягаем сначала тело, а потом его расслабляем. Это можно делать дома в любом состоянии, как говорится. То есть понять, пробежать прям вниманием по телу и понять, есть ли там напряжение мышц. И найти тот способ, который именно для вас подходит, чтобы это напряжение снять. Друзья, я буду очень рада видеть вас на своем YouTube-канале. И для этого подпишитесь на него, оставьте свой комментарий, поставьте лайк. А еще напишите, какая история случилась с вами в рамках тех тем, о которых мы с вами разговаривали. И какой инсайт вас посетил и был самым ярким. Ну а еще я вас жду в своем телеграм-канале и на своей страничке в Instagram. Редактор субтитров А.Семкин